На этой неделе свой очередной объезд на полях провел глава района администрации. Заур Хамирзов побывал в некоторых хозяйствах Вонинского и Натырбовского сельских поселениях. Свой объезд глава района начал с хозяйства успешного фермера-животновода Александра Дудченко. Приняв участие в государственной программе «Семейная животноводческая ферма» и получив грант в размере 1,5 млн. рублей, Александр приобрел 30 дойных коров, а из своих собственных средств построил помещение для содержания КРС. Кроме растеневодства надо еще чем-то заниматься и решился взяться за животноводство. Приняли участие в программе, да, сколько получили? 1,2 млн. государственных и 800 тысяч своих. Ну вот на данный момент, что вы видите, это все построил за свой счет. Эти государственные деньги все на приобретение КРС пустил. Помимо животноводства фермер активно занимается и растеневодством. В ведении хозяйства находится 208 гектаров пашни, и все они обрабатываются. Ну, на данный момент 208 гектаров. А что посеяли? Кукуруза, ячмень, пшеница и соя. Сегодняшний день идет убор пшеницы, да, сколько гектаров? Ну, в общем, 90 гектаров. На сегодняшний день где-то гектар 10 убрано, может, 15. Начали вчера вечером только. Да, урожайность сколько? Ну, на данный момент где-то в районе 40. Далее Заур Аскорбевич посетил поле индивидуального предпринимателя Игоря Сотникова, где полным ходом шла уборка зимой пшеницы. 380 гектаров у нас всего для обработки. Из них 120 гектаров зерновых пшеницы, остальные кукуруза 120, соя 90 и подсолнечник. Пшеницы, куборки пшеницы, когда приступили? Урожайность? Примерно, ну, не примерно, урожайность примерно 50 гектаров зерновых гектаров. А приступили, ну, сегодня пошли полным ходом. Вчера так настраивались, пока комбайн настроили, пока все обсмотрели, начали убирать сегодня практически. Когда планируете завершение? Ну, если все, как бы, дай Бог, нормально, то дня за 4-5. Игорь Михайлович отмечает, что этот сельскохозяйственный год выдался для него, как и для остальных фермеров, тяжелым. Непростые погодные условия нынешнего года внесли свои коррективы и повлияли на урожайность зимых. Очень сильно повлияло, потому что много затопленных осталось, а там, где затопило, там практически нет ничего. И комбайн идет, идет, нормально, нормально, а потом сразу не видно ничего в бункере, не сыпет ничего. Вот это здесь полностью текла вода раньше, когда дожди шли здесь полностью, тут вообще было страшно было смотреть на это все поле. Ну, практически получилось, хотя бы что-то уже убираем. Что касается главных участников жатвы, они уже не первый год работают в хозяйстве. Трудолюбивые и ответственные, говорит фермер. Ну, на комбайне поезжаю, Иван Иванович, он давно уже на нем работает, так что комбайнер классный, получается у него все хорошо. На КамАЗе Терещенко Константин Валентинович, и на тракторах Чепский Михаил Алексеевич, и Соколов Анатолий Иванович. То есть они не первый год, да? Они постоянно рабочие, постоянно работают у нас в христианско-фермерском хозяйстве. Они и сеют, и пашут, все полностью, цикл. Фермерское хозяйство уже сколько лет существует? С 2002 года. Очередным пунктом посещения стало хозяйство одного из первых фермеров Натырбовского сельского поселения, Владимира Ресненко. Он также стал участником государственной программы «Семейная животноводческая ферма». На сегодняшний день в его хозяйстве содержится 15 голов КРС. Приняли участие в 2016 году. Нам дали грант 3 миллиона и 2 наших миллиона. Мы приобрели 20 племенных коров черно-пестрые. Порода очень хорошая, молочная. Дело в том, что климат здесь немножко другой. И был тяжелый растел. Много мы потеряли, и коров потеряли. Но на будущее сейчас они адаптировались. Я думаю, на будущее они дают хорошо. Они за 20 литров. Сейчас, конечно, жара. И они перед отелом немножко убавили надой. Помимо того, что в этой нелегкой работе ему помогает вся его большая семья, трудоустроены еще 4 человека. Фермер обрабатывает более 200 гектаров пашни. И большую часть урожая использует на корма. Поэтому проблем с этим в хозяйстве не возникает. У нас 240 гектар. Из них пшеницы 110, ячменя 20 и остальная кукуруза. На корм мы в этом году на корм посеяли. 10 гектар у нас на корм. И овес также для животноводства. И кукуруза еще на зерно. В дальнейших планах у руководителя хозяйства увеличить свое поголовье. Вы в дальнейшем планируете расширить? Да, потому что малое количество. Нам не особо выгодно. Мы ели затраты. И много нежелательно, конечно. Оптимально надо. Хотя коров 30, где-то 40. Тогда нормально. А сейчас осталось у нас 15 галов дольных. И уже телята от этой. Первые телочки. Ну, вид хороший. Упитанные, нормальные. Да, помещение у нас оборудовано. Механическая и мехдойка, и навоза удаления. Также экструдер приобрели. В дальнейшем планируем корма более качественная, чтобы усвоиваемость лучше была.